Это для того, чтобы другие... Три года назад пенсионер из Астаны Мейерман Жазлбеков в знак протеста похоронил у себя во дворе бесполезные статьи Конституции. Мейерман много раз писал гаранту основного закона, чтобы спасти свой дом от сноса, но ответа не дождался. Президент является гарантом наших прав к заботе. Вот он, определенная статья 40 пункта 2. Его нет, потому что я написал президенту 15 обращений. Последнее обращение было 18 актера 2010 года. Для споря не ответ не приведет на это. Почему? Потому что зачем ему кричать человеку? Ему нужно аплодирующий и возгласный делающий, что он позиционный президент. Эту Конституцию Казахстана приняли на всенародном референдуме 30 августа 1995 года. Меньше чем за 17 лет в основной закон были внесены 56 поправок, которые до неприличия укрепили вертикаль президентской власти. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом Республики Казахстан более двух раз подряд. Настоящее ограничение не распространяется на первого президента Республики Казахстан. Бывший сенатор и кандидат в президенты Уалихан Хайсаров говорит, кому гарантированы Конституции права и свободы. Те статьи, которые защищают интересы президента, они работают исключительно. Те же статьи Конституции, которые защищают права, честь и достоинство граждан, они вообще не работают. Я думаю, наверное, с этим согласится практически каждый казахстанец, который хоть как-то сталкивался с правоохранительной системой в Казахстане, либо с беспределом различных государственных органов. Книжка с текстом Конституция доступна каждому казахстанцу. Основной закон продается в любом книжном магазине и стоит чуть больше доллара, но гражданам читать его некогда. Когда-нибудь читали Конституцию? Брали ее? Нет, некогда. Вы знаете по Конституции какое мы государство? Парламентское, парламентско-президентское или президентское? Президентское. Или парламентско-президентское. Статья первая Конституция говорит, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого является человек, его права и свободы. Как вы считаете, исполняется первая? Исполняется, конечно. Я так думаю, да, точно. Вы знаете, 30-е число, что за праздник? День женщин США сегодня? Нет, 30-е число. А, какой-то праздник национальный нашей республики, кажется. Вы когда-нибудь брали в руки Конституцию сами? Нет. Помните какой-нибудь пункт из него? Нет. Вообще не брали. Ну, я это брал, а так не помню. Улицу знаете, как называется? Конституция, да. Конституция, конечно, соблюдается. На крайнем мире лучше, чем было раньше. Лучше, чем раньше? Конечно. Раньше имеется это советское время или 90-е? Какие? Ну, после 90-х годов. Все улучшается, Назарбаев для этого много чего делает. Вот в Конституции написано, что единственным источником государственной власти в стране является народ. Вы согласны с этим? Не помню, еще раз. Что вся власть в стране, в Казахстане, принадлежит народу? Власть это что? Власть это, ну, управляет. Что народ управляет? Да. Вообще-то народ очень важен. Он управляет. Но не в Казахстане, мне кажется. Ну. В Казахстане он не управляет. В республике Казахстан признаются идеологическое и политическое многообразие. Не допускается создание в государственных органах организаций и политических партий. Тот и Юлюбаева из оппозиционной компартии Казахстана с этим тезисом в корне не согласна. Политическое многообразие в Казахстане – это Нур-Отан. Монополия в политическом поле одной партии Нур-Отан, что недопустимо Конституции. Это раз. Второе, значит, политические партии, которые созданы самими властями, они как бы все входят в партию Нур-Отан, составляют ее большинство, этой партии Нур-Отан, что тоже не позволено Конституции. Если партия зарегистрирована, она должна работать вполне отдельно, вполне самостоятельно. Здесь самостоятельности у тех партий, которые созданы на власти, нет. Мирман Жазлбеков свой дом отстоял, несмотря на Конституцию. А чиновники всех мастей, по его мнению, сами себе основной закон в Казахстане. Отсюда и общее отношение к граждан Конституции, как к бесполезной дешевой брошюре. Продолжение следует...